здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала итак у нас новый очень красивый завоз особенно когда много-много цветочков стоит в этот раз также есть замбия она по-другому называется little star но это замбия в простонародье вот сейчас я вам покажу даже по моему маркированные горшочки так достаю так вот смотрите little star вот так они промаркированы но я в альбоме написала что замбия ну потому что это замбия я привыкла уже что вот такие цветочки это замбия они разные когда распускается конечно сейчас я вам покажу разницу когда распускается конечно они поярче вот такие вот цветочки меня очень просили тогда у меня один раз они были просили у меня вот на этих замбий но к сожалению они не встречались мне нигде и вот сегодня мне позвонили сказали что есть и беглипы и замбия и я просто помчалась туда также вот смотрите какое чудо я встретила он восковой я так думаю что даже должен быть ароматный вот такой с рюшечками он единственным например экземпляре смотрите также он цветет как пилориком то есть бабочка да там внутри вот такая вот красивущая так обычными цветочками также вот такие мутанты может следующий раз он спокойно процвести вот как бабочка например вот также могут быть два цветочка бабочки два пилорика два обычного очень красиво да если бы это полностью еще была бы бабочка ой вообще просто шикарно вот такие вот экземпляры это исключение я вообще его нашла на свободке то есть не из своего заказа который мне оставляли да в броне а вот именно на свободки он просто стоял просто ждал наверное меня и какого-то своего нового хозяина очень красивые такие вы знаете лепестки плотные 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 и рельефный вот этот вот рисунок сейчас если камера передаст эту рельефность в живую конечно он такой чуток потемнее чуток поярче больше выраженного желтого цвета но очень такой красивый красивый цветочек он один потому что когда я выставляю под цветочек потом спрашивают когда будет один он или или не один ребята допустим насчет этого цветка я ничего вообще не могу сказать потому что встретился случайно и вы знаете даже название нет это от оптифлор вот горшочек но это не название я так думаю в общем вот такой вот красавчик и еще плюс ко всему мутантик красавчик мутантик также я взяла котов которых всегда ждут всегда просят корневые на этот раз ну просто ну просто вот бомбезно сейчас и возьму какой смогу не буду я все вытаскивать потому что раньше мы расставляли на стол было проще в этот раз вы увидите я ездила 1 за ними вот такие вот корневые они у всех такие ребят очень очень хорошие вот такие вот кручу поверчу кора валится сыпется конечно там его даже можно не пересаживать пока он цветет то есть поливать через подончик вот такие листики как пружинки и видите ребята не политые так как на улице холодно хотел на эту тему тоже с вами поговорить так как на улице холодно их надо просушивать очень и очень хорошо потому что просушка это залог хорошей доставки цветов если конечно вы мне напишите а не отправляя сырое под мою ответственность да ну конечно я отправлю это уже фактически оплачено вами это ваше растение не мое я отправлю но лучше я так считаю недельку подождать пока не просохну да и уже не переживать не я не буду не вы допустим смотрите я буду когда формировать заказ вы заказали допустим например зомби и дикого кота что я буду делать зомби у нее 9 наверное горшочек посмотрите зомби сухая может быть там вниз там внутри горшочка есть влага а дикий кот он в горшках много влаги я зомби чуть-чуть поливаю чтобы она совсем уж не усохла до что корни не превратились я не знаю во что и они будут стоять и просыхать вместе только зомби все равно быстрее просохнет чем дикий кот у которого горшок больше и который залит до ушей ну то есть корни политы их поливали то ли на базе тайну скорее всего поставщики на базе на этой вряд ли кто-то будет там поливать их заливать они там на стеллажах у них стоят так дальше значит одного пиратика у меня уже взяли девочка давно у меня просила вот я ей оставила и вот к сожалению только один к сожалению к моему один пират пикот ну вот в тот раз был маленький пиратик в этот раз конечно он громадный и тот и другой были громадные от декорума шикарные также корневые но мне нравится декорумские конечно у них качественные достаточно цветы вот смотрите корневая система да так но я вообще каждый горшочек просматриваю на базе я вам хотя на камеру показываю но я каждый каждый горшочек просматриваю вот маркированный горшок так видеть пират пикот не буду так корни вот я каждый год вытаскиваю прямо они вот хотя девочки говорят я не могла посмотреть он был там в пакете в коробке я вытаскиваю я прям беру вот он стоит в пакете и я вот так из-под низа достаю горшок и смотрю обязательно корни ну как я буду с закрытыми глазами покупать столько растений ну это как бы не не есть хорошо да потому что также может даже от любой фирмы от любого поставщика оказаться орхидея с гнилыми корнями не мне никому это не надо поэтому хорошо еще у меня покупайте новичкам который плохо разбирается с любым цветком может что-то случиться в будущем но все равно больше вероятности все таки что все будет хорошо также я взяла так меня многие спрашивают если камбри мельтони дендроби дендробиум сегодня было ребят вот если бы я знала допустим что точно будут покупатели на этот цветок каких только не было и синие и голубые и фиолетовые и желтые и красные и бериоды и каких и такие темные темно прям почти черный бордовый то есть темнее вот чем эта камбрия стоит очень большой выбор так что вы пишите мне пожалуйста может быть я пост такой сделаю кто будет брать дендрофаленопсисы например или обычный дендрофаленопсис каких только не было сегодня выбор был огромный но так как я сама не выращиваю эти цветы и не знаю как бы будете брать не будете я не стала вот взяла на пробу смотрите это мельтония вот такая у нее хорошая корневая меня пусть нет но я все равно разбираюсь них ну терять теоретически я же вижу что да вот он не мокро он просушенный корешки хорошенькие светленькие вот такие вот налитые бульбочки и причем не одна в горшке я знаю что вот в убитом часто продается одна там да вот это вот здесь нет здесь их четыре или пять четыре вроде штучки вот так вот он будет свести я чтобы сфотографировать знаете прям приоткрыл но она видите начала прям сама сегодня открываться вот такая вот мельтошечка красивая вот у нее еще раз цветоносик и два цветоносик то есть цветение обещает быть пышным в очень таком приличном на мой взгляд хорошем состоянии не буду спорить если даже кто-то мне другое скажет так вот такая вот камбрия красивая такая знаете она не рыжая она чуток потемнее чем сейчас на камере такая горчично шоколадного что ли цвета так она цветет красиво у нее новый рост вот поэтому тоже ее взяла во-первых посмотрите как а старая вот очень большая и новый ростик вот идет так еще у нее вот здесь тоже такая фирма вот так вот то есть в очень таком приличном состоянии хорошим я подсказала состоянии так и последняя такая ароматная боже такая яркая красивая тоже посмотрите так сейчас попробую как-то сфокусировать цветочек но это не редкость она прода они продаются везде наверное вопрос на них обычно внимание обращаю на сегодня их такое количество я вот как раз таки обратила внимание на их красоту и вот еще цветоносик но наверно тоже может отсушить если что бутончики тоже новый ростик их было тоже полным полно мне очень понравилась камбрия вы знаете такого она чисто ярко-желтого цвета такая как цыпленок была я потом пожалела что не взяла думаю ладно бы оставила себе было бы у меня одна себе если там не купили бы также сюрсонги ну что про них говорить рыжие солнышки апельсиночки которые очень красиво радует глаз многих это орхидея есть а у многих ее и нет поэтому я взяла посмотрите какая прелесть я вообще люблю рыжий такой рыжий оранжевые цвета вот такая вот красота вот это они стоят сколько я смогла себе вести столько везла также долгожданные бегли бы тоже многие просили беглипов нам беглипов беглипов вот пожалуйста вам беглипов вот такая вот красит такие вот красивые беглип чеки значит вот такие вот похожи на сорт мне такая обычная орхидея была ну ладно не важно вот и вот такой вот сейчас я даже достану он не пышно пока цветет но посмотрите сколько у него веток и у него другая губа то есть если здесь вот посмотрите губа какая более такая аккуратная здесь какая-то пимпочка у нее то здесь губа такая более знаете похож на ход кис по форме своей то есть небольшие цветки относительно бегли по данным может сантиметров 78 и вот такая вот губа широкая большая много-много-много веточек я просто представляю если она не отсушит их какая-то будет красота как он будет просто очень красиво цвести поэтому я высела там они еще были на я взяла один честно говоря вы все знаете кто со мной на канале я не очень люблю орхидеи в полоску но вот этот беглип взяла во первых потому что у всех вкус разное да это во первых мне не нравится у кого-то много этих орхидеек полосочку и очень нравится людям вот такая вот красота как у летучая мышь я еще его так на базе разглядывала в руках летучая мышь что-то голова вот это крылья ножки вот это во первых во вторых он настолько ветвисты реально я говорю вот когда он распустится это будет просто что-то с чем-то так вроде бы я все показала так что ребят заходим в альбом бронируем орхидееки что еще хотела сказать вы заходите бронируйте я со всеми буду списываться но вероятно завтра меня не будет и воскресенье тоже полдня так что вы не паникуйте я обязательно всем отвечу пока заходим кто не знает отправляем транспортной компании сдэк вот значит заходим на сайт пишите просто сдэк транспортная компания рассчитываете посылочку свою если вы берете высокие цветы такие как дикий код и допустим surf song рассчитывайте сразу коробка приблизительно 80 40 17 где-то так все время получается если любые другие любые другие цветы то они короче коробка допустим рассчитывайте 60 и так как у нас договор то также можете вычесть там процентов 20 вот так чтобы для более точности я вам это говорю что-то я еще хотела уже все и надо на бумажке склероз старческий так по поводу отъезда я уеду обязательно всем напишу ребят цветы цветы обязательно буду просушивать ночами холодно сейчас достаточно и просто вы знаете в дороге может случиться если отправить сырой такой горшок дороге может случиться все что угодно придется гнилой шеи с мокрыми листами вы же будете мне писать антела отправила плохой цветок или там они ты отправила цветок с гнилой шеи а на самом деле это шея сгнила в дороге но хотя с деком доходит обычно 23 дня вот где уже там больше пяти дней это уже куда-то очень-очень далеко вот ничего по идее не должно случиться но лучше перестраховаться на посмотрите какие красотули но буду отправлять там сырой горшок сердце будет кровью обливаться ну как такую красоту погубить так что ребят вы бронируете под фото в альбоме цветочек значит мы с вами списываемся и вы оплачиваете что это точно ваш цветок и ориентировочно где-то недельку недельку точно надо будет им просохнуть если цветочек такой как допустим вы будете заказывать одну замбию то она вот допустим сухая постоит там несколько там два-три день к что точно внутри влаги не было пожалуйста я отправлю не то тоже как бы лучше чтобы у меня все цветы разошлись и освободилось место то есть я-то не отправляю не для того чтобы ими любоваться целыми днями до сидеть они отправляют чтобы вот именно их как следует просушить чтобы вы были рады что вам пришло красивое здоровое благоухающее растение да я допустим вот отношусь к ним так вот что у меня понимаете на душе теплей когда вот вы пишете они все цветок наш дошел все хорошо спасибо он прекрасно он чудесно и мне тоже радостно да я пишу вам всегда кто заказывал вам спасибо что написали потому что сразу вы знаете я сохраняете все сдэковские чеки там чтобы мало ли что вот какой-то конфуз да недавно у них был сбой в программе и у женщины была доставка до двери нагрет они не доставляют я им давай звонить давай писать и они ничего сделать не могут и мы ничего сделать не можем ну правда она получила на следующий день но все равно у них несколько дней вот этот был сбой поэтому я тоже переживаю тоже нервничаю мне тоже хочется чтобы цветы дошли хорошими цветущими у меня кости по два-три дня делает эти коробки потому что мы делаем по размеру я обкладываю газеткой вот этот вот горшочек чтобы оттуда ничего не высыпалась до заматываю бумагу в коробку он вырезает из большой там вырезает маленькую коробочку делать чтобы вот цветок понимаете их же не будут как мы аккуратно нести эти коробки кидают швыряют естественно некоторые коробки мятами приходит и соответственно когда их кидают швыряют когда цветок плотно сидит в коробке он хорошо упакован у него даже вот понимаете цветоносы не ломаются а если кинуть просто в коробку просто и там он будет бультыхаться туда-сюда туда-сюда цветы приходят с поломанными цветоносами с высыпанной этой корой ну кому это надо никому не надо так что давайте иметь терпение уважение друг другу сколько надо будет допустим просушить цветок я же вижу да понимаю столько будет сушиться но если вам конечно срочно надо вы мне напишите конечно же я вам отправлю тогда когда вам это надо будет это безусловно под вашу ответственность естественно я не буду нести ответственность за непросушенные растения потому что каждое растение еще раз повторю я выбираю у всех отливать любой цветок возьми вот любой ребят мне просто тоже обидно когда мне пишут что я надолго задерживаю задерживаю не просто я так вот любой ну вот крайне стоит цветок давайте его вытащим посмотрим у любого цветка да вот такое состояние мне вот как бы реально не стыдно ребят за цветы вот посмотрите какие у него корни любой до любой достану вот беглипа вот беглип посмотрите вот он тоже полито вы видите вот прям вот она вода стоит в корнях как я такой цветок отправлю сегодня было плюс пять ночью вот посмотрите ну жалко же растение правильно ведь вот такое вот растение не знаю любое достану в любом таком стане также пишите там значит там в какой-то группе продают дешевле я зашла в эту группу ребят ну какие цветы чего-то сравнивать даже цветы которые вот так вот да они так же пышно цветут безусловно они так же пышно цветут но есть огромная разница что это взрослые большие кусты и вот верите вы не верите вот честно уже все равно даже если вы не верите вот у меня сегодня по накладной дешевле 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 860 рублей не был это самый дешевый цветок ребят самый дешевый я не покупаю их по 100 рублей вот как вы не поймете некоторые ну как такой куст вот сами вот рассудите да может быть грубо сейчас от меня это звучит вот взять вот ну просто крик душит вот я сегодня так неприятно знаете вот обидели написали вот посмотрите кусты какие ну вот разве может стоить такой куст 100 рублей вот такой куст вот может он стоить 100 рублей вот как вы думаете мне написали что даже сейчас на стол оставлю чтобы одни и те же не доставать как мне написали что я покупаю по 100 рублей цветы где же их возьмешь по 100 рублей я не беру от цветашки которые знаете есть цветы которые дешевле продаются да но они уже от цветашки с них цветы осыпаются вот ствол посмотрите он взрослый понимаете это орхидея взрослая вот фирма декором допустим да она продает качественные цветы всегда мне она нравится люди не жалуются у людей растут вот некоторые многие не пересаживают даже прекрасно растение растут развивается посмотрите вот что может стоить 100 рублей ну вот покажите мне где 100 рублей не один раз группе написали на авито за 100 рублей у вас в москве продается как-то я скиньте ссылку скинули захожу написано орхидея стоит дикий кот захожу туда вот прям на авито где вот листая пролистала потом читаю внизу дикий кот 1800 такая-то орхидея полторы такая-то орхидея 1300 а уценки какие-то там продается по 100 200 300 тоже рублей вот посмотрите вот я ни разу я сама лазю на авито там думаю что-то может интересненько там бабочки какие-то но не видела я не видела посмотрите так что это был первый и последний раз наверное когда я вот об этом говорю даже вот честно честно не хочу вот разговаривать на эту тему я всегда говорю что я никого не заставляю заходить даже в альбом и никого не заставляю покупать нравится покупайте не нравится не покупайте есть где-то подешевле покупайте где-то подешевле есть где-то поближе к вашему городу пожалуйста у меня не магазин даже нет интернет-магазина да это просто как бы моё хобби да я езжу мне нравится выбирать цветы мне нравится вот когда мне уже девочки знакомые присылают а не посмотри вот такие такие-то цветочки я грубо ничего себе давай откладывай то есть вот этот сам процесс да я сейчас пока не работаю пока дома с детьми сейчас у меня дочка уже кратковременно идет в садик ходит вернее на несколько часов капельку свободного времени вот он я успел например на процедуры съездить который мне сейчас положено и за цветочками съездить и это все я сделала за три часа нет за четыре часа до за четыре часа я все успела сделать вот так что ребят ну не нравится кому я еще раз повторяю я не заставляю покупать вот и все вот была возможность у меня брать уценки джеймпишные хорошие с хорошей корневой я брала они стоили 250 рублей на горшках название да это во первых во вторых когда я последнее время ездила я то они тоже были но они были в таком состоянии извиняюсь что я их просто не брала потому что вот мне стыдно было бы их выставить до фотографировать и как бы люди их забирали но они в плохом состоянии были корни гнилые шейки у многих гнилые листья в плохом состоянии зачем это надо я думаю что потом был мне бы никто спасибо за них не сказал ну все ребят такое длинное видео достаточно получилось заходить заходим в альбомчик ссылка под этим видео на группу и на альбом все есть как заказывать есть видео инструкция заходите заказывайте покупайте кто не успевает сейчас ноги на даче так что может быть из тех кто мне все время пишет а я не успела я не успела как раз таки успеет я думаю сейчас такого же а тоже не будет потому что дачный сезон продолжается и многие ездят на дачу кто забронирует обязательно спешусь обязательно не переживайте не нервничайте все равно цветы будут просыхать всем спасибо за просмотр всем спасибо за ваши как обычно комментарии за все за все за все с вами была не румянцева всем пока пока